Любит и болит. Так обычно характеризуют романтики и поэты людское сердце. Однако дедалее чаще сердца украинцев болят по-справжнему. И тут уже не до амура. И таких больных запущенных очень много. И зачастую даже нам приходится отказывать уже в операциях из-за того, что больной приходит в крайне тяжелом запущенном состоянии. 160 тысяч украинцев щороку помирают от сердцево-судинных заболеваний. Один из наиболее критичных регионов Кировоградщина. У нас встречается инфаркт миокарда и под 30 лет, и в 30 с небольшим лет. То есть пациенты трудоспособного возраста. Пациентов очень много. И это только пациенты, которые вернулись по помощи или попали в лекарню в состоянии загострения. Однако и им без потребного обладания важно терминово сразу дать квалификованную, а главное оперативную помощь. Раньше мы пациентов, которые нуждались в проведении коронарно-вентрикулографии, направили в соседние области. Черкасскую, Киевскую, Днепропетровскую. В червне 2012 года Центр получил современный многофункциональный анеограф. Своей родной грааль кардиологии. 15 миллионов гривен выделили из государственного бюджета. Главное, что с помощью этого аппарата мы проводим диагностику артерий, допустим, коронарных в данном случае. Больше всего нас интересует этот вопрос. И решаем, что с этим пациентом делать. Если раньше вслепую лечили ишемическую болезнь сердца, то есть назначением просто таблеточек, то сейчас, продиагностировав, сделав эту процедуру, можно будет твердо сказать, что у пациента, в каком состоянии сосуды. И вот на этом этапе у нас произошел качественный скачок. Сейчас мы можем направить не всех пациентов вслепо, не зная, что им понадобится и понадобится ли вообще. А мы можем заранее сказать, что да, этот пациент, именно ему нужна кардиохирургия. Он должен ехать в Киев. Найболючее питание – вартість таких процедур. Скажімо, коронография в Киевской клинице обидеться пациенту у 4-6 тысяч гривен. У Кировограді для мешканців області сама процедура будет значительно дешевшою, бо найдорожчий витратный материал, контракт на речовина, яку заливают в студини, закуплена за кошти держбюджету. Звичайно, є і зовсім безкоштовні набори – пільгові. Але їх дуже мало, тому лікарі намагаються не розкидатися ними на пацієнтів планової перевірки. У найближчі роки, за словами місцевих чиновників, у Кировограді заплановано обладнання кардіоопераційної. І в перспективі ми сподіваємося створити круглосуточну лабораторію, яка буде працювати в режимі 24 часа в сутки, 7 днів в тиждень. І приймати пацієнтів з острими ситуаціями. Тобто, коли існує угроза визначення інфаркту міокарда, ми з допомогою цього апарату можемо не допустити розвитку інфаркту. І це найголовніше наша задача. Ці слова та уряду на заметку – медицина завжди була дорогим задоволенням. А завдання варте уваги, адже за прогнозами фахівців, сучасне обладнання подібних центрів в Україні допоможе знизити рівень смертності від хвороб серця вдвічі-тричі. А це вже неабияка перспектива.